На одной волне с городом. Радио. Балком. Каждую среду в полдень на Радио Балком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Слышно. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это закулись, то, что там происходит. Боже мой, всё это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Балком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас из Москвы. У нас прекрасная погода, золотая осень началась. И в гостях у нас сегодня тоже москвичка, композитор, органистка, пианистка, ещё и писательница Анна Ветлугина. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте всем. Всегда удивляюсь такой всемирности, всеобхват, как можно всё обхватить, как вы всё успеваете. При этом вы ещё и мама двух детей, которых водите постоянно в центральную музыкальную школу, они у вас обучаются на духовых инструментах. Как вы всё успеваете? Удаётся ли вам спать? Нет. Вы угадали. Нет, не удаёмся. Ну, мне кажется, потом когда-нибудь мы и выспимся. То, чем вы как раз жертвуете. То, на что не хватает времени. Давайте по порядку. С чего всё начиналось? Когда вы пришли в музыку? Начиналось всё с великого педагога Анны Даниловны Артобалевской. Это мой первый педагог по фортепиано. Гениальный педагог, всемирно известный. Всемирно известный, да. Она подготовила меня в центральную музыкальную школу. Я пошла когда-то туда просто вот первым номером. Я всегда буду ей благодарна. И счастье, что успела достать. Это уже были последние годы. Сколько вам лет удалось у неё поучиться? Ну, в центральной музыкальной школе, к сожалению, всего год. Это был первый класс. И это удивительные были воспоминания. Да. Может быть, расскажите немного нашим слушателям. Потому что, конечно, у музыкантов Артобалевская просто на слуху. И школа Артобалевской, да, то есть все её придерживаются. Расскажите пару слов нашим слушателям об этом замечательном, уникальном педагоге. Я думаю, что самое, наверное, удивительное в ней было то, что она превращала в жизнь и игру и какой-то театр каждую минуту своих занятий. Она ухитрялась даже скучные упражнения, ганоны как-то озвучивать своими собственными стихами. И они становились такими увлекательными. Я никогда не забуду. Допустим, там было одно упражнение. Был брат Василий, очень смелый, ездит в танки, обгорелый. Он от ранг изнемогает, но кого-то побеждает. И мы побеждали, да, потому что это всё было увлекательно и с игрой. У неё были какие-то домики, шкатулки играющие, которые сейчас находятся в музее Центральной музыкальной школы. Я их вижу, вспоминаю своё детство. А ещё в те времена также существовала подготовка? Или вы поступили сразу в первый класс? Потому что сейчас уже даже перед первым классом во всех серьёзных музыкальных школах есть один-два года подготовки детей. Я, конечно, была маленькой, не знаю как точно, не ходила. Я помню, что я не ходила в Центральную музыкальную школу до того, как пришла в неё поступать. Но на моём счету уже было много концертов. В том числе с Алексеем Любимовым был у меня концерт, я была совсем маленькая. И была очень огорчена, что мне досталась кукла вместо цветов. И я возмущалась. Значит, я не артист, значит, я просто ребёнок. Удивительно. Это во сколько лет вы начали играть на фортепиано, если уже в 5 лет начали играть? У меня написали в газете «Вечерняя Москва», я играла «Мазурки» Шопена. Прекрасно. А как вы к этому пришли? У вас родители музыканты? Мама моя, да, пианистка. Она закончила Ленинградскую консерваторию. И она с вами занималась, получается, с младенчества? Мама начала, и потом она вот нашла возможность отдать меня Анне Даниловне Артабалевской. И это было большое счастье. Потому что в 5 лет-то понятно, что вы сами «Мазурки» бы не выучили. Это значит, что своей мамой их разучивала, да, «Мазурки» Шопена, действительно. Мы очень часто видели Артабалевской, которая жила около Курского вокзала. В подъезде были лебеди. Я бы сейчас с удовольствием вошла бы еще в этот дом. Вот лепка такие, какие-то удивительные лебеди. Все было волшебно. Как ваша творческая жизнь в дальнейшем развивалась? То есть вы окончили центральную музыкальную школу. Что было дальше? Я поступила в консерваторию на композиторский, потому что все время у меня композиция, она просто не давала. Она вторгалась в мое фортепианное образование. Как-то она потом это вытеснила. И после того, как я окончила консерваторию по классу композиции, меня как-то занесло в философию. Я поступила на философский факультет. Вручилась там год и начала создавать свою группу. Очень все было бурно. Потом у меня тоже литература совершенно не дает мне жить. Я немного там была. Вольным слушателем в литературном институте имени Горького. У Леонида Бородина и Олеси Николаева чуть-чуть. Тоже им очень благодарна. Потом литературная деятельность моя началась серьезно. После курсов элитной прозы при Союзе писателей, которую вел Дмитрий Владихин. Ему тоже очень благодарна. И вот с этого начались мои публикации, серьезные уже. Сколько у вас выпущено всего книг и о ком они? Ну, знаете, наверное, таких толстых, 11, наверное. И много очень всяких рассказов, много-много всего-всего, статей. Я горжусь тем, что я постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей». То есть самой серии, которая еще советская... Это та самая «Жизель», которая в каждой интеллигентной семье находится. Мне довелось написать книгу о Франциске Асиско, моем любимом святом, о святом же Игнатии Лайоле, основателе Иезуитов, и о Данте Алигьери. И вот с моим соавтором, который мой же соавтор в музыке, Дмитрий Максименко, часть органного дуэта «Артбена», мы написали биографию Слифосовского и биографию Кащенко, которая вот сейчас скоро выходит в биографию Кащенко. Заметьте, не об одном композиторе, не об одном музыканте, а все рядом. Как так произошло? А вот, вы знаете, мне просто это интереснее, потому что в музыке-то я и так, а когда пишешь о чем-то, то ты же туда очень сильно входишь, и это возможно прожить еще одну жизнь. Поэтому как раз хотела видеть не музыканта. Всегда было интересно, когда читаешь жизнеописание, именно читаешь биографии, вот думаешь, это вымысел или правда? Вот на сколько процентов вымысла и сколько правды вот в этих книгах в Жизеэл? Жизеэл, ну как же там может быть вымысел? Там же все основано на документах, где там только возможно. И какое-то мнение именно автора, какая-то версия, обязан просто это говорить. А вот как мы думаем, как я думаю, там да, это всегда все прописывается, там все четко совершенно. Нет, это книги научные, с списком литературы, со ссылками. То есть это исключительно основано на документах, а вот какие-то творческие такие отсылки, там как бы биографические, есть, бывает приукрашение от себя, или все-таки это вот чисто научное? Я не понимаю, как можно приукрасить что-то. Есть какая-то гипотеза, которую ты придерживаешь, ты исследуешь, и ты находишь либо подтверждение, либо опровождение в своей мысли. Ну как можно приукрашивать? Это все-таки такое вот на грани. Стараешь писать, чтобы это хорошо читалось, интересно, но ты не можешь приукрасить. Это все-таки жизнь человека, ты перед ним в ответственности тоже. Да. Я почему спрашиваю? Мне всегда интересно было, когда вот читаешь такие автобиографические, больше как художественную литературу, про Моцарта, про Гайдена, про Баха, и понимаешь, что нет такого количества материалов, документов, когда, например, что-то они пошли красивые, там на бал, вот. То есть это из-за другое. Это из-за другое. Тут просто смотришь какую-то свою версию, и надо очень сильно покопаться в контексте. Какие-то письма, какие-то там вот других людей, какие-то документы, которые подтверждают твою версию, что вот в этот момент, допустим, пшеница стоила столько, и поэтому, наверное, ленты там на концерт могли стоить столько, грубо говоря, понимаете? Вот это самое интересное. Вот, знаете, деньги на булавки, которые в русской литературе, как бы, да, что это такое, это не какое-то гипербола, не метафора, это совершенно реальная вещь, потому что платья на барышнях в 19 веке, они часто не шились, а просто крепились на них, как на статуи, на булавках, и поэтому на булавки тратят большие деньги. Вот. Вот эти вещи мне очень интересны, когда через какие-то нюансы возникает целый срез эпохи. Но, что касается выдумки, тут мы с Дмитрием Максименко, я тоже, мы же еще работаем в жанре фантастики. У нас есть книга в серии «Сталкер» и в серии «Метро» Дмитрия Глуховского, это очень такие тоже серьезные фантастические серии, я счастлива, что мы туда смогли тоже как-то в лепту свою внести. И наше вот литературное увлечение, оно в органное тоже, в органное творчество входит. Мы сейчас готовим концерт, посвящен Достоевскому, представляете? Как интересно. Мы долго думали, как на органе выразить Достоевского, и все время казалось, что это вот где-то вокруг и около. Мы полгода, наверное, все это вот думали, спорах решали. Ну, конечно, Шостакович, Достоевский, это, конечно, Шостакович, но что еще? Может быть, Мальдром, может быть, нет, но Бетховен нет, потому что как-то, знаете, найти вот эту энергетику литературного творчества Достоевского в органной музыке, это вот мы чувствовали, что оно где-то рядом, мы сейчас найдем прямо по Дании, мы все-таки нашли какую-то фотографию. Нашли, да? Вот выстрелит именно, она создаст эту атмосферу, нет, выстрелит не то слово, создаст именно эту удивительную атмосферу Достоевского, Петербурга. Это будет 10 ноября, удалось нам как-то вот удалось организовать концерт именно день в день. 10 ноября Достоевский выполняет 200 лет с дня рождения и будет вот наша органная программа. Прекрасно. Это в Римск-Католическом соборе на Малой Грузинской, так подозреваем. Да, да. Ну, так и кто там будет помимо Шостаковича? Вот даже интересно. Ну, вот там будет Малер, все-таки он будет. Будет Мисковский. 21 сфоне, она какая-то вот такая удивительная улетающая. Будет Бах, ну куда же без Баха? И он, вы знаете, в жизни Достоевского его жизнь, можно назвать словом преступления и наказания, он не убивал Раскольникова, никого не убивал, но все-таки он прошел судьбу преступника, да, преступника против строя, его приговорили к смертной казни, потом оправдали, он носил кандалы, он прошел весь этот ужасный путь. И, конечно, он все это осмыслял в своем творчестве, это очень как бы метафорично. И Евангелие сопровождало его всю жизнь. Это была книга детства, на нем воспитывались дети его семьи. Это была единственная книга его в ссылке. Он на Евангелии учил читать некоторых ссыльных. И последний год его жизни ему подарили картину «Систинская Мадонна» перерисованную, где как бы вот она была, какое-то вот такое странное полотно, но не было каких-то других деталей. И он весь последний год своей жизни подходил к ней все время и смотрел на нее. И вот это вот мы сделали сценарием, как вот от Баха, от Баха опять, и вот как-то все это к Баху. Тема Евангелия проходит так вот незаметно, но очень значимо, излучно в его жизни. Вот такой сценарий. Да, ну помимо таких вот, вот этой темы в вашем творчестве, вашего дуэта, много занимает транскрипции и действительно концептуальные программы. Когда вы заинтересовались вот именно выстраиванием вот таких программ, вот как, например, в Кускову вы играли, программы «Звездные войны», куда вошли симфонические планеты Густава Холста и другие произведения. Когда вы пришли именно к этому, вот к такому отношению к органу и к такому выстраиванию программ? Ну вот с Дмитрием мы знакомы уже около 10 лет, и сначала он пришел в качестве вокалиста в мой ансамбль «Кантикум». Это что-то среднее между барочным коллективом и рок-группой. Там исполнились мои песни. И для меня вообще музыка всегда была чем-то еще не только самой музыкой, но средством выражения философских идей. И для Дмитрия это тоже очень близкий подход. И орган, он же ведь может собой заменить целый симфонический оркестр, и он может быть театральным, и он может быть духовным. Он какое-то вот, наверное, может быть собранием огромного количества, целого букета смыслов, которые только могут быть вообще в музыке. И поэтому, как это поговорить, мы с Дмитрием ездили репетировать как-то на море, чтобы подготовить программу нашу первую такую духовную, очень интересную, и договорились о том, чем вообще может быть орган. И вдруг поняли, что мы здесь единомышленники, и можем что-то сделать новое. Потому что, ну, конечно, Бах — это вершина. Но есть не только вершины, есть всякие, наверное, пещеры, которые тоже интересны, какие-то домики, да, где можно жить. Не всем подвластны светлые вершины, но можно создавать какие-то свои дома, которые будут интересны другим, которые могут тоже быть прибежищем для каких-то странников, да, в мире мыслов. И практически вы стали исполнять исключительно аранжировки. Вы сами всегда делаете эти транскрипции? Да, мы делаем сами. Иногда мы вообще пишем совсем с нуля, пишем ноты. Иногда мы берем фортепианы и переделываем их, потому что, конечно, фортепианы и органы — это абсолютно разные вещи, приходится сильно очень переделывать. Но мы оба импровизаторы, потому что церковные музыканты, они обязаны быть импровизаторами. Это наша жизнь постоянная, практическая. И это нас выручает тоже. Мы можем играть совсем по-другому, чем то, что написано в нотах, но при этом это будет очень убедительно. Ну, просто как бы это наша практика постоянно. С какого произведения у вас началось такое увлечение транскрипцией? Помните, вот это первое произведение, это была симфония? Какое это было произведение? Самое первое — это был третий, подождите, второй концерт Рахманинова, который мы исполнили вместе с Алексеем Черновым, замечательным пианистом. Вот какой-то это был, конечно, для нас просто шок, вот так вот выйти, вот так это было, знаете, вот так вот исполнить все это вместе на троих. Но оно имело большой очень успех, и там еще тоже мы написали сценарий, который читал Вениамин Смехов, замечательный, Атос, который вот, да, это было Рождество в России. Мы создавали этим самым атмосферу до революционной Москвы. Было 7 января, вы представляете, это просто какое-то было. Вот с этого все началось, но потом мы поняли, что, наверное, вот именно так это все, ну, как бы не совсем то, что мы хотим. И вторым проектом, очень ярким для нас, который повторяется, это был Пинг-Флойд, вселенная Пинг-Флойд. Это в основном была стена, которую мы уже делали с ударником группы Мельница, тоже такой был уже серьезный, серьезная заявка на коллаборацию с серьезной рок-музыкой русской. Мельница — это тоже имя большое в русской рок-музыке. Как в церкви восприняли эти программы? Пинг-Флойд, «Звездные войны», киномузыка? Вы знаете, конечно, больше всего проблем было с рок-музыкой по понятным причинам. Но здесь нам пришла на помощь философия, как бы вот это все осмысление. Мы стали вместе с Дмитрием размышлять, ради чего были написаны шедевры рок-музыки? Все-таки сейчас можно уже говорить о том, что это были шедевры, это тоже классическая по-своему музыка, хотя и другого жанра. Это не просто рок-музыка, это не развлекательная музыка. Это музыка каких-то поколений, это музыка протеста, это музыка души тоже, понимаете, концепции. Это не то, что можно попрыгать, да, понимаете? Ради этого люди страдали. Допустим, у нас в советское время, поздне-советское, люди, которые в силе серьезно увлекались рок-музыкой, молодые, да, там ходили там с такими длинными волосами, их могли побить за это, они отстаивали свои взгляды на свободу. И мы сформулировали это. На самом деле, как выяснилось, что это с крестьянской парадигмой, это не конфликтует. И более того, и какие-то гармонические, если так подумать, ходы и интонации рок-музыки, они даже как-то восходят грехлянковых хоралов, если так вот покопаться. Мы покопались, мы нашли это, да, это так. И архиепископ наш Павел Пепсе, Пауэл Пепсе, он поддержал нас. Мы ему очень благодарны. Он любит рок-музыку, не случайно. И папа Французский тоже любит рок-музыку. Просто ведь рок-музыка бывает разная, как и всякая музыка. И там действительно есть какие-то агрессивные опусы и агрессивные идеи. Но в то же время тот же самый Пинк-Флойд, если посмотреть фильм «Стена» Паркера, то видишь, что это фильм миротворческий, это фильм философский глубоко. И музыка к этому, она тоже миротворческая, философская. Она именно очень глубокая. Совсем не попрыгивать в кабаке, вот даже близко нет. И, к счастью, церковное руководство поняло это. Ну, ваши программы, как раз именно музыка-кино, Пинк-Флорок, да, собирают аншлаги в церкви. Приходят ли люди после этого на академические концерты, то есть на того же Баха? Точно, приходят. Мы знаем таких людей. То есть связующей ниточкой работаете, завлекаете, а потом… Думали сначала совсем их мало, но они есть. И я каждый раз счастлива. Вот каждый, хоть один человек, который мне потом говорит, что вот мы пришли на рок, а потом пришли, такие люди есть, и это большое счастье для нас, потому что в этом, конечно, есть миссионерство. Не знаем процентов, но люди такие есть. Про ваше композиторское творчество. Что вы пишете, какие произведения, помимо вот этих транскрипций, оранжерок? Конечно, пишу. И самое главное для меня – это духовная музыка. У меня есть крупное сочинение контактно-арт реального жанра. Это апокалипсис «Семь ангелов» для детского хора и солиста. Солист – там опять Дмитрий Максименко, который еще прекрасно поет. И хор «Кантилена», удивительный хор, который получил золото на международных рабочих играх в Европе. «Детский хор». И также вот еще одно сочинение, которое тоже в этом составе было – это «Стаббатматр», «Видение Богородицы Христа». Мне интересно тоже концептуально, как бы это все было глазами детей, понимаете? Вот «Стаббатматр» для нас – это что-то суровое, ну как бы вот трагическое, конечно же, традиционное, как и тема апокалипсиса. Но ведь вот если представить себе, что вот все эти события глазами детей происходят, это все будет по-другому. А ведь мы по отношению к Богу, к этим вечным истинам, тоже ведь дети. И Христос об этом говорил. «Будьте как дети, и войдете в Царство Небесное». Эта тема меня интересует с консерваторских времен. Мой диплом в консерватории композиторской был о детях как раз, о беспризорных детях. Он не встретил понимания, потому что в этот момент еще умер мой педагог Альберт Семенович Лемон, и он благословил меня на этот сложный проект, но как раз умер за несколько месяцев до экзамена. Проект был очень сложный и спорный, и поэтому как-то вот не очень хорошо. Это потом стоило мне долгих лет борьбы за свои воззрения. Но в конце концов я все равно стала членом союзского подвитера, все это было принято. Вот. Эта тема мне очень интересна. Все равно ведь все мы дети по отношению к вечным каким-то вещам, ценностям. Мы все в равных условиях, да, мы все не знаем до конца, и нам только остается доверять небу, которое нас ведет, как дети доверяют родителям. Родители бывают строгие, даже иногда несправедливые. Небо тоже бывает очень строго и жестоко и несправедливо к нам, но если мы доверяем, ну, все равно, наверное, придем куда-то. Вы сказали про то, что все-таки стали членом союза композиторов. Насколько вот сейчас актуально быть членом союза композиторов? Если в советские времена это действительно было очень важно, это были и дотации, и премии, и гонорары, а вот сейчас имеет это смысл? Ну, имеет какой-то смысл. Все-таки это участие во фестивале «Московская осень» тоже важно, когда какие-то оркестры, большие оркестры могут исполнять твои произведения. Меня исполняли большие оркестры, большие коллективы, это важно. Кроме этого, ну, не знаю, для меня лично еще просто ощущение какой-то, ну, причастности к профессиональному сообществу. Так, конечно, ничего это не дает, но, в принципе, как-то я уже и каждый налажит свою жизнь, как-то, да, билеты уже не рассчитываешь. Часто музыканты, несмотря на то, что в прикажущейся дружбе среди коллег все-таки выглядят больше такими одиночками, и больше всего это, мне кажется, именно в композиторской кокорте. Действительно это так? Или все-таки композиторы общаются, дружат друг с другом в современной композиторе? Я тут не могу сказать, я лично ужасный интроверт, который ужасно любит общаться, как-то вот так вот. Мне очень приятно делать какие-то проекты, многолюдные все это, я сквеснительный человек, но пытаюсь всегда найти, или я очень люблю дружить, вот что касается меня, и у меня много друзей, композиторов тоже, а так, как я могу сказать? Наверное, каждый, исходя из своего темперамента, как-то решает эту данность. На данный момент пишете какое-то произведение? Вот на данный момент я очень хочу подступиться к большому сочинению для органов «Четыре руки», как раз для нашего замечательного дуэта «Артбена», замечательного для меня, конечно, любимого, вот, ну, что-то меня, конечно, сдерживает, не знаю, вот, я надеюсь, что начну в ближайшие дни. А у вас уже есть произведение для вашего дуэта? У меня есть приложение моего же произведения «Химера школы Нотр-Адам», и других я как бы специально не писала для нашего дуэта, я приложила множество моих более ранних сочинений, а хочется написать специально для дуэта, а так как мой центральный проект, то немного некоторая нерешительность, наверное, можно понять, потому что совсем написать, чтобы было не зря, а так перекладывала, да, много своих сочинений прежних. Тоже оперные сочинения, которые ставятся время от времени, такие они довольно легкие, такие мюзикловые, либо стилизации под какие-то вот водевильчики, либо ранние барочные, вот это вот я очень люблю. Расскажите еще о вашем проекте, который вы проводите в библиотеке, я так понимаю, какие-то театрализованные представления. А, да, в библиотеке Боголюбова стоит театральный орган фирмы Ален, это вот такого класса инструмента, ну, можно сказать, такого типа, наверное, класса, типа инструмента, я не знаю, в России пока он один. Театральный орган это особая ниша, это эстетика топеров, да, которые вот озвучивали немое кино, да, как еще можно сказать, для этого театральный орган и был создан, это совсем не орган Баха, совсем не орган готических церквей, но это очень интересный инструмент, это и не синтезатор, потому что это именно орган, к нему можно добавлять регистры, только эти регистры совершенно не органны, иногда бывают там разные эффекты. К сожалению, в России совсем нет традиции использования театрального имена органа, что очень жаль, потому что сейчас, как мне кажется, это актуально, потому что сейчас всякие иммерсивные, да, театральные постановки актуальные, живые, интерактивные действия, перформансы, и вот просто, казалось бы, театральный орган прямо вот для этого создан, просто пока не очень знают про это, и мы пытаемся, конечно, очень пока в начале этого пути, но к нам приходят актеры настоящие, какие-то интересные поэты, мы с ними вместе, тоже с Дмитрием, там, и с другими музыкантами, артистами пытаемся делать что-то, которое называется органный спектакль, когда становится вот таким саундтреком интерактивным, живым, полуимпроверционным, полу, конечно, созданным из классической музыки всяких жанров. Все-таки объясните нашим слушателям, что значит театральный орган, то есть это непривычные тембры, которые они привыкли слышать в церквях? Да, прежде всего это непривычные тембры. А какие, например? Есть там тембры ксилофона, тембры ударных в нем, причем это вот наш орган электронный, но самое интересное, что в начале 20 века это же было все живое, живые баклокольчики, живые там всякие ксилофончики, живые ударные там были, и вот органист играет, подмешивает все это к себе в свою партитуру, и получается, конечно, это будет совсем другой стиль, да, и, конечно, импровизация там очень важна, там очень легко создавать всякие громы и молнии, понимаете, когда вы вот делаете, мы там делаем Гарри Поттера, допустим, и Гарри Поттера с песочной анимацией и с чтением текста Джон Роулинг, и тогда, когда там нагнетаются вот эти вот волны и громы, там прилетают совы, это все так здорово, там обыгрывается прямо вживую, и создается атмосфера, вот она живая, и актриса читает текст, художник, достаточно анимации, делает свои замечательные картины из песка, а мы вдвоем все это делаем, иногда добавляя рояль к этому всему партитурии. Очень интересно получается, да, у нас равные, у нас есть танцующий орган программа, там собраны тексты из классики, литературные, начиная от XIX века, заканчивая совсем современными фрагментами прозы, и танцы тоже всякие, приложения там есть, и латино, танго, и в то же время и вальсы XIX века, получается, что мы попадаем в атмосферу балов, танцевальных, и даже дискотек, и все это озвучивается на живом органе, все это в разных стилях, но мы стараемся делать это тонко как-то, да. Как любопытно, очень интересно. Надо будет прийти к вам послушать, очень интересно. Программа о германской мифологии, которая тоже так сделана, там рисуются образы германской мифологии в песке, и мы делаем разные приложения, вот все, что с этим связано, как раз, но это скорее XIX век, там в Альтии у нас эльфы, гномы, эти горный король, но тоже оно немножко в своих аранжировках и необычно. Да. Наша передача, к сожалению, подходит к концу. Анна, посоветуйте, что нашим слушателям лучше послушать из вашего творчества? Мы очень хотим, чтобы как-то программа Достоевского нашла своего слушателя, потому что для нас... Именно сейчас нашу рижскую аудиторию, чтобы они могли зайти в интернет и послушать какие-то ваши записи. Концерты, это канал Артбена, канал Артбена, где наши концертов очень много. Да. Много записей и моих сочинений, и просто наших транскрипций, Дмитрием. Мы дуэт Артбена, и которые часто выступаем на канале Артбена, потому что Артбена называется Благодарительный фонд, который в Католическом соборе города Москвы проводит концерт. Вот, в общем-то, и про. Дорогие друзья, я в комментарии к нашей передаче опубликую ссылку на этот проект. Там, кстати, есть и мой тоже концерт, когда я играла 1 сентября, это все органы Токатты Баха, и много замечательных концертов нашей сегодняшней гости, органистки, композитора, писательницы Анны Ветлугиной. Заходите на этот канал и наслаждайтесь органной музыкой. К счастью, там не нужны QR-коды и всякие сертификаты, и каждый может найти музыку по душе. Анна, благодарю вас за замечательную беседу, очень рада встрече, и желаю вам больших успехов в вашем дуэте и в сольной композиторской деятельности. Ну и, конечно же, будем ждать ваши новые книги. До новых встреч! Спасибо огромное! До свидания! Радио Болтком